друзья приветствую вас сегодня будем бароновать землю хотел показать вам свою баронку как ее устанавливаю на каком уровне у меня зубы и какие регулировки путем регулировок можно опускать барону ниже выше поднимать и таким образом при работе с сорняками одни регулировки при работе с баранованием в режиме баранования совсем другие настройки но грузы я использую в любом случае потому как чтобы прижимать мотоблок земле нужно достаточно большое усилие прилагать так здесь вес они немного имеют у самой бараны то 10 килограмм здесь не помешает хотя бы 10 именно такие бараны от мтз мотоблоков и мотор сич позволяют регулировать нам глубину заземления в почву путем регулировок оригинального прицепного устройства от мотор сич здесь у нас по горизонтали три положения самое дальнее от мотоблока среднее и самое близкое к мотоблоку соответственно здесь также сама по вертикали у регулировки в баране в самой три отверстия нижнее верхнее и среднее вот эта ручка регулирует нас угол атаки самого зуба под каким углом он будет входить в почву и насколько агрессивно будет работать по ней сейчас я буду крутить ручку вправо и лево вы понаблюдайте как изменяется угол атаки всех зубов рукоятка среднем положении сейчас я буду крутить его вправо это максимальный наклон зубьев и максим практически максимальный выворот вот этой регулировки сейчас же я отпущу винт и посмотрим как вы будут ходить под почву после поворота ручки влево и и помощью данного винта поворачивается стойка крепления бараны в вертикальной плоскости то есть как если максимально его вывернуть то барана у нас опускает максимально задние зубы и поднимает максимально передние зубы если же мы будем включить ручку вправо то как видите баронка будет выравниваться таким образом можно будет передними меньше прижимать к земле задние больше углублять в общем регулировок полно и это только на одном из креплений на самом прицепном устройстве мне больше всего понравилось когда стойка опущена максимально вниз но на среднем горизонтальном положении прицепного устройства тогда зубы входят довольно глубоко чтобы закрыть потрескавшуюся почву и сохранить влагу на огороде также пользую барану при выволакивании сорняка с огорода напомню еще раз у меня барана от мотоблоков мтз она немножко усилена моими руками и зубу этой бараны на 5 сантиметров длиннее чем бараны мотор сечь в том же случае когда работаю сорняками то можно путем регулировок распределять сорняки по плоскости бараны то есть когда барана у нас разложено хотя бы хотя бы вот таком состоянии вот то например на передние зубы можно меньше ловить сорняков отдавать задним зубам загребать больше таким образом сорняки более-менее распределяются и мы за один заход можем обработать большую длину большую площадь а если же и первые зубья и вторые то есть первые последние будут ловить одинаковое количество сорняков там перед барной скапливается достаточное количество мусора такое что аж колесам мешает наматывается сорняк на колеса а задние зубья тупо пустые и вот это вот пространство тоже пустое мне этого не нужно поэтому путем от этих регулировок я передние зубья поднимаю чуть выше задние остаются углубленные и погнали таким образом некоторые сорняки пропадут проскальзывать через передние попадают и закрепляются на задних потом набивается срединного сюда и тогда уже набивается перед передними зубами и как только начинают черкать колес сорняки я вот тут же останавливаюсь и просто их выбрасываю путем опускания морды мотоблока наперед ну как-то так друзья так что сейчас поедем прогреем наш мотоблок побегаем немножко по огороду за ним после чего будем менять масло ну а масло у нас непростое следующем видеоролике покажу какое я масло выбрал вороную на третьей скорости вполне хватает и не спотыкаешься и не бегаешь самый рад скорость то что надо видите вниз зуба уходит от мотоблока вниз заглубляется назад задние зубы поднимаются если же повернуть рукоятку в другую сторону влево но получится наоборот передние зубы немножко поднимется задние наоборот заглубятся таким образом можно регулировать прижим бараны вот он как она плавает видите сам не в комментариях почему не сделал плавающих воронку в прошлых видео по этой баране я говорил об этом смотрите если ее не зажимать плотненько вот здесь то она и так плавает плюс еще вот эти сами плечи и здесь же не жестко сидят и они тоже плавают сборной мотоблок на огороде поработал максимум минут 30-40 думаю этого предостаточно для того чтобы хорошенько прогреть масло в коробке двигателя то понятно само собой он может прогреться и на холостым на холостом ходу но вот коробку нужно прогревать именно на ходу а лучше еще в транспортном состоянии но я думаю что работы с бараной для этого предостаточно теперь масло более-менее нагрелась и его консистенция позволит нам слить практически все до малейшей капли поэтому возвращаемся сейчас гараж там буквально метров 50 до гаража и будем производить замену масла какое масло я выбрал особенно какое для двигателя есть нюанс почему я выбрал именно это масло и именно у этого производителя